За прошедший год я поучаствовал в трех Wild Kart. Один из них был All Stars. Первый Wild Kart был довольно сложный, потому что мы ехали как аутсайдеры, но тем не менее мы смогли себя показать. Спасибо Владимиру за это. Мы смогли пройти до 3-4 места, что было неплохим достижением. В Бразилии у нас ничего не получилось, но тут уже было видно, что состав начал проседать. Сам 6-й сезон прошел очень плохо. Когда мы поехали на All Stars, все знали, что это фан-турнир. Соответственно, просто довольно играть то, где у тебя нет давления. А также турниры один на один – это возможность показать, что именно ты хороший игрок, а не твоя команда. В общем, ты можешь показать себя. Плюс мне дали поиграть на очень хороших чемпионах. Правда, Кейтлин мне не особо нравился, а вот Люциан – один из моих любимых Адекерис. Соответственно, я был счастлив за него поиграть. Также очень помог один шоу-матч, устроенный небезызвестным комментатором. Благодаря нему я прошел basic тренировку, что мне помогло на этом турнире, потому что я знал уже основы игры один на один и что требуется. Сразу, когда я приехал в LA, я пошел искать Фрогена, чтобы обсудить с ним пики на мид, потому что в межсезонье ничего не идет. Нужно обдумать, что пикать. Ну, мы с ним обсудили и поняли, что работает то, на чем ты умеешь играть. Именно это. Все остальное сейчас можно об этом забыть, потому что нет ни одной меты. Просто вот ты умеешь играть на этом чемпионе, он будет работать. Поэтому мы сошлись на том, что Аниве хороший чемпион. Ууу, хороший чемпион. Их можно использовать. С фейкером я смог пообщаться, но как сказать пообщаться? Он меня потральбасил. Он меня и в игре тогда потральбасил, когда я его убил один на один. Просто видно было, что он отвлекся и играл несерьезно. Поэтому я не считаю это никаким достижением, если противник не играл на 100%. Больше особо ни с кем не общался, разве что учил Бьерксона, как играть один на один, так скажем. Точнее, я зашел к ним в комнату, они играли один на один, мы начали обсуждать. Я сказал, как по моему мнению, кто имбовый, какие таланты я использую, почему. Ну и все начали использовать именно эти таланты 6-6-18. Первый наш противник — Вега Сквадрон. Противник, прошедший через тайбрейк. Я считаю, что прошел довольно заслуженно, поскольку в тайбрейке участвовали Вега Сквадрон, Вайвиктис и Just MSI. Just MSI получили две технические победы. Если Роксов, я думаю, они бы выиграли, то с нами у них было бы все сложно. И Малверан, чтобы они выиграли, и, соответственно, они бы не прошли тайбрейк. У Веги 2-0 против Вайвиктис, поэтому, как по мне, Вега довольно заслуженно прошли тайбрейк и оказались в топ-4. Соответственно, все команды заслуживают этого. У меня будет матчап на миду против Дробовикан. Это один из тех матчапов, которых мне не нравится. Даже против Саулиуса, где я хожу на грани, мне нравится играть больше. Даже если с Дробовиком в регулярке мы играли одинаковый матчап Аниви АУ, потом поменялись у Аниви. Я оба раза выигрывал на 20 крипов в один момент. И мне совершенно не нравится играть против Дробовика, потому что его пейстайл полностью контрит мой. Как бы я не выиграл при этом мид по крипам, мне это все равно не нравится. Уехав сюда, я оставил свою семью дома. Они не смогут меня приехать поддержать, так как, ну там, свои личные дела, все остальное. Но они продолжают за меня болеть. Моя дочь уже там начала ходить. Я счастлив. Правда, она начала, когда меня не было дома. Так что не настолько счастлив. Я бы хотел это наблюдать. Ну, я надеюсь, что я их не подведу и порадуюсь своей игрой. Продолжение следует...